Иран и США обменялись заключёнными. В Катаре приземлился самолёт, на борту которого прибыли семеро американцев. Отсюда они отправятся в Соединённые Штаты. С освобождёнными уже пообщался госсекретарь США Энтони Блинкен. «Пятеро из семи были незаконно задержаны и заключены в тюрьму в Иране. Они провели там около четырёх лет. Двум другим не разрешали покидать Иран». США, в свою очередь, освободили пятерых заключённых – граждан Ирана. Двое возвращаются в свою страну. Трое не захотели лететь в Иран. Обмен заключёнными произошёл после нескольких месяцев переговоров в Катаре. О том, что стороны пришли к согласию, стало известно 10 августа. В рамках сделки США разрешили Южной Корее вернуть иранские активы на сумму 6 миллиардов долларов, замороженные с 2018 года. Деньги уже перевели в банки Катара. Только после этого Тегеран освободил американских граждан. Несмотря на сделку, иранские и американские власти по-прежнему глубоко расходятся во мнениях по разным вопросам, включая ядерную программу Ирана. Вашингтон не намерен снимать экономические санкции и будет наблюдать за тем, чтобы деньги, размороженные Южной Кореей, были потрачены только на продовольствие и гуманитарные товары. «Мы абсолютно уверены, что деньги, ставшие доступными для Ирана в результате предпринятых нами действий, будут использованы исключительно в гуманитарных целях. И у нас есть средства и механизмы, чтобы не допустить обратного». Между тем, Вашингтон ввёл санкции против иранского экс-президента Махмуда Ахмадинижада и Министерства разведки Ирана за участие в арестах американцев. В середине сентября под санкции также попали три ведущих иранских СМИ, включая два информационных агентства и телеканал.